О чём я рассказываю? Здравствуйте, я понимаю. Всё нормально, да? Да, да, да. Если что-то не понимаете, спрашивайте. Да, я понимаю. А вы уже нашли себе научного руководителя? Сейчас пока ещё нет, потому что я сейчас не видел моего профессора, педагога. Ещё не видел, потому что педагога надо в октябре будет поступить. Но сейчас пока ещё нет. То есть вы будете поступать в октябре? Да. Но вы же должны... Обычно просто так не поступают. Обычно поступают уже, ну как по-русски говорят, под руководителя. Если вы просто так поступите, то вас может никто не взять. Поэтому заранее договариваются с руководителем. И он тогда подтверждает, что он готов взять вас в качестве аспирантки. И тогда вы уже сдаёте экзамены. Вы уже знаете, кто у вас будет? Или вы даже не думали ещё об этом? Я уже знаю мой педагог, кто. А, вот. Вот это вот самое главное. И он готов с вами работать. Да, да, да. Ну, она сказала, после этого надо начинаться сентябрь, октябрь будет. Да, да, я понимаю. Это я понимаю, что вы будете сдавать в сентябре, в октябре. Но просто напоминаю, что вы должны уже сейчас иметь предварительную договорённость, кто будет вашим научным руководителем. А вы пойдёте по квоте или как платный аспирант? Коммерческий. Потом я буду к педагогу. То есть вы будете как... И рассказывать об этом. Потому что сейчас она есть много работа. Потому что сейчас её педагог, студентов, они защитят сейчас. Поэтому времени мало. Она сказала, что после этого я буду к её и рассказывать об этом диссертации. И мои диссертации. И следующее, что мне нужно сделать. Ну, это хорошо. Это хорошо. Так, ну всё. Я так думаю, что больше уже никто не придёт. Мы продолжаем. Спасибо вам. Сейчас. Да не за что. За что спасибо. Главное, чтобы всё полезно было. Чтобы было какие-то нужные сведения, чтобы вы получили. Чтобы вам это помогло самостоятельно работать. А не ждать, что скажет педагог. Ну, раньше, в общем, так работали. Во многих институтах. Вот вы знаете, наверное, институт русского языка имени Пушкина. Там были ведущие педагоги. Они очень внимательно относились к иностранцам. И очень сильно им помогали. Очень сильно помогали. И фактически вот они приглашали иностранцев на свои лекции. Эти лекции они записывали. Они разрешали. Да, педагоги разрешали записывать свои лекции на диктофон. И после этого, после каждой лекции иностранные аспиранты писали конспект. То есть, фактически, они переписывали самое главное вот из этой лекции. Сейчас уже практически так никто не работает. И результаты у этих педагогов были просто отличные. То есть, очень легко было защищаться. Они помогали. Они вычитывали диссертацию. Они помогали с литературой. То есть, обязательно говорили, где прочитать, что прочитать, что важно, что не важно. Потом беседовали по прочитанной литературе. И вот дальше уже, конечно, это очень сильно помогало иностранным аспирантам. И сначала было у них много вопросов, а потом уже как бы вопросы, все ответы на вопросы они получали. Вот как раз у меня сегодня только состоялся разговор с одной моей аспиранткой из Китая. Я ее знаю очень давно, наверное, лет 10. И у нее была такая, ну, я бы сказала, не очень хорошая история. Она 10 лет назад была вот у такого руководителя, о котором я рассказывала. Рассказываю, да. Она ей очень помогала. Они уже начали писать диссертацию. Она уже все-все-все была очень хорошо. Но потом оказалось, что у этой аспирантки будет ребенок. Она поехала в Китай, родила ребенка и вернулась не через год, а через, не знаю, наверное, через три года. Поскольку научный руководитель была такой старенькой женщиной, да, старым человеком. К этому времени, когда аспирантка вернулась, научный руководитель умерла. И стали искать нового научного руководителя. И понятно, что после вот того профессора, который у нее был, у нее не сложились отношения с другим научным руководителем. Она здесь пробыла еще сколько, ну, там, я не знаю, два или три года. Но за это время она так и не написала диссертацию, потому что научный руководитель не могла ей ни в чем помочь. Такие руководители тоже, к сожалению, бывают. И она уехала в Китай без диссертации. Но вот ей удалось в этом году, вот сейчас она приехала сюда на год, чтобы закончить диссертацию. И мне кажется, что теперь у нее все получится, потому что ей дали очень хорошего научного руководителя. Ну, вот такая вот пока что еще, пока еще грустная история. Поэтому, конечно, очень многое зависит от руководителя. Если руководитель нормальный, то он, конечно, хорошо помогает, много помогает. И тогда аспиранту очень легко. Ну, не скажу, не очень, да, но в том случае ему легче, чем если когда вообще никто не помогает. Вот такая вот история. Так, ну, давайте вернемся к тексту. Итак, как вы думаете, а зачем в презентацию включается графическая информация? Вот что она дает? Зачем такая информация включается в презентацию? Как вы думаете? Графика – это тот же текст, только свернутый. То есть не нужно писать словами, вы показали иллюстрацию, вы показали формулу или вы показали какую-то таблицу, и все уже становится понятно. То есть эта графика – это тот же текст, только представленный в другой форме. И он тоже передает очень важную информацию. Так, а как нужно оформлять рисунки? Вот не у всех у вас будут рисунки, но будут такие. Как нужно оформлять рисунки? Что вы узнали из текста? Ничего не узнали. Но рисунок прежде всего должен быть на светлом фоне. Вот это тоже очень важно, как наш глаз воспринимает текст. Почему очень часто бывает, вот я сейчас вижу, что многие студенты читают белый текст, ну то есть текст написан белым шрифтом на черном фоне. Вот врачи категорически против. Если у многих, у меня почти вот, у меня много студентов, и я вижу, что у них почему-то на черном фоне белыми буквами все написано. При этом нельзя вот такую презентацию делать на защите. Обязательно нужно на светлом фоне писать темными буквами, черными буквами или темными буквами. Если можно, например, взять темно-коричневый, если вы хотите что-то подчеркнуть, темно-синий, темно-зеленый. То есть должен быть какой-то контраст. Иначе глаза очень быстро устают. И если вы все время читаете на черном фоне, то у вас просто может испортиться зрение. Поэтому, пожалуйста, помните об этом, что лучше, может быть, вам и нравится читать белыми буквами на черном фоне, но это очень вредно для здоровья. Я не буду останавливаться на третьем вопросе о декомпозиции цифровых данных. Это речь идет, что если вы берете очень большую таблицу, где много позиций, и таблица очень длинная, то вам ее нужно разбить на несколько слайдов. Вот об этом идет речь. А можно сделать проще. Можно взять, например, первый, если вы показываете какое-то движение информации или изменения процесса или явления, то вы можете взять начало и конец этой таблицы, если это касается чего-то одного, каких-то трансформаций или изменений. И просто сказать, что вот вы показываете, вот это было в начале, и это стало. Этого достаточно. Так, что говорится о таблицах? Как их лучше оформлять, эти таблицы? Как лучше оформить таблицу? Как лучше оформить таблицу? Оформить. Так, и последнее. Нужен ли текст при наличии графической информации? Нужен ли текст? Если у вас очень много такой вот картинок, таблиц, текст должен быть представлен минимально. Минимально. Вот это мы с вами, считайте, уже я прокомментировала. Дальше мы с вами двигаемся. Я закрываю этот экран. И давайте посмотрим, а что же у нас вот клише. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот ту таблицу, которую мы с вами прочитали, где у нас требования. Вот сейчас я вам ее представлю в виде слайдов. Итак, что должно быть на первом слайде? Вот у нас на первом слайде есть название и логотип университета. Это обязательное требование. Дальше у вас фамилия, имя. Ну вот для русских отчества у иностранцев может быть не одно имя. Там два и больше. Название диссертации. Направление подготовки, то есть там номер и название. Дальше фамилия, имя, отчество научного руководителя. Город и год. Понятно? Переходим к следующему. Так, следующий слайд. Вот на следующем слайде написано один или два слайда должно быть. На них должно быть представлена актуальность, объект исследования, предмет исследования. Вспоминаем, что такое актуальность. Актуальность – это наш с вами ответ на вопрос, почему выбрана данная тема. Объект исследования. Вот как раз мы об этом говорили не так давно. Объект исследования у нас – это самое широкое понятие или множество. Если через математику мы будем объяснять, что это некое множество, а предмет исследования входит в это множество, является его подмножеством. То есть объект и предмет исследования связаны как целая и его часть. Здесь вот, пожалуйста, один слайд обязательно, да, цель исследования показывает, что нужно сделать, чтобы получить результат. Обычно цель исследования мы можем ее найти в названии диссертации. И, пожалуйста, запомните, что цель должна быть одна. Только одна цель. На следующем слайде задачи исследования. Задачи исследования. Их несколько, да, и если задач много, то мы можем оставить только главные задачи. Только главные задачи. Потому что у всех, ну, диссертация лежит на столе, ее можно посмотреть, почитать. Автореферат есть у всех. Ну, в общем, так принято, что еще вот и дублируется это текстом на слайде. Методы исследования можно делать, можно не делать. Это такой вот, о методах вы можете сказать, назвать эти методы, когда вы будете говорить об основной части. Также на слайде у вас практическая значимость, да, то есть где, как, при каких условиях могут быть использованы, полученные вами результаты исследований. Где можно применить вот эти ваши результаты исследования. Дальше обязательно теоретическая ценность. То есть, что нового вы, как ученый, внесли в теорию научного, в эту науку, которую вы продвигаете, развиваете. Это теория, что вы внесли нового в теории. Но мы, кто был на занятиях, мы очень много с вами об этом говорили и примеры видели в тексте, анализировали эти примеры. Поэтому я сейчас на этом не буду останавливаться. Очень важно показать личный вклад диссертанта. Что, собственно, вот автор, да, вот личный вклад. Какой личный вклад автор внес в теорию и практику науки. Можно сделать еще краткое содержание каждой главы, но это у вас просто на это не будет времени. У вас доклад закончится, поэтому вы можете в эти слайды вложить только самое основное. Вот то, что вы сделали. То есть не надо общий обзор литературы там или какую-то классификацию приводить, если это не ваша собственная классификация. Поэтому, поскольку времени мало и мало, а слайдов много, то можно ограничиться только самым главным. И один слайд это заключение. Заключение, то есть выводы, которые вы делаете в диссертации. Вот и, собственно говоря, все. Последний слайд у вас будет. Благодарю за внимание или спасибо за внимание. И свой имейл. Когда вы заканчиваете, закончили читать там или свой доклад, когда вы все сказали, все, что вы хотели, вы говорите, благодарю за внимание, готов или готова ответить на ваши вопросы. Потому что по процедуре, по процедуре дальше, вам это называется свободное, ну как бы вам начинают задавать вопросы. И если у вас не было ответов, ну то есть какие вот не было ответов в вашем докладе, если он был неполный, если вы не очень хорошо все представили, то, конечно, вопросов будет много. Если у вас был такой объемный, хороший доклад и всем все было понятно, тогда вопросов, ну они положены будут, один-два вопроса будут обязательно. Потому что это положено, как бы это такой моноспектакль, вот как бы театр одного актера. Вы как артист выходите, показываете свою работу в виде презентации, говорите о ее результатах, которые у вас есть в вашем докладе о том, как вы делали свою работу, что у вас получилось, что у вас не получилось. Вот, собственно, это то, что у вас должно быть на слайдах. Вопросы? Да, значит, что здесь важно? Важно, что в среднем, в среднем на один слайд у вас где-то до двух минут уходит. Если у вас 10 минут доклад, да, там, или один слайд, одна минута, ну, у вас не должно быть больше 10-12 слайдов. Там 15 минут, наверное, все-таки 10 минут это магистрантам, а вам положено 15 минут. 15 минут, и вот у вас должно быть где-то на эти 15 минут максимально, максимум 12 слайдов. Но у вас первый слайд будет, вот если вы посмотрите, у вас первый слайд, это будет такой формальный, да, то есть это название университета, и последний слайд тоже формальный. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Это все. Это, собственно говоря, все, что у вас может быть. А вот остальные слайды, 10 слайдов, это, соответственно, то, что вы будете рассказывать, то, что вы будете докладывать диссертационному совету. Так, вопросы. Если вопросов нет, тогда мы закрываем презентацию. Я вам ее тоже отправлю. Вы ее получите. Если какие-то вопросы будут, вы мне тогда их зададите. А сейчас мы с вами посмотрим требования, вот то, о чем я говорила. Да, вот то, что рекомендуют кафедры. Вот, пожалуйста, читайте. Это мы у нас были с вами, вот здесь шесть позиций. А нет, там еще есть. Вот это то, что рекомендуют кафедры. И мы сравним. То, что универсальное требование и то, что должны быть презентация доклада, диссертации. Должна содержать. Читайте. Потом обсудим. Значит, сейчас у нас девять минут. Вот, ну, давайте возьмем сколько? Ну, пять минут. Пять минут вот это. И там еще, пожалуйста. Вот шесть позиций. И вот это для наших студентов, аспиратов, которые будут защищаться здесь. Ну, неважно, все равно, кто учится в аспирантуре в Станкине. И вот это для наших студентов, которые будут защищаться здесь. У нас остается десять минут. Последний урок. Продолжение следует. Так, ну что ж, давайте смотреть рекомендации. Итак, первая рекомендация. То же самое, что мы с вами видели на слайдах. Титульный лист с указанием названия, ну это ВКР, да, это выпускная классификационная работа, так по документам называется, диссертация. Дальше фею свою и научного руководителя с регалиями. То есть обязательно нужно написать про научного руководителя, кто он доктор, профессор или кандидат наук. Вот не только фамилию, но еще и его звание и должность. Уточнить нужно и научная степень звания. Вот, собственно, вот он первый слайд. Вот он, первый слайд, то, о чем мы с вами и говорили. Это формальный такой показатель. Дальше два-три слайда, так же, как мы и говорили. Задача, цель, научная новизна. Вот, пожалуйста. Дальше тезисы работы. Четыре-восемь слайдов. Ну, то есть с четвертого по восьмой. Может быть больше, но не превышайте регламент. Да, регламент это, чтобы 10 минут там было. Выводы. Десятый слайд. И одиннадцатый слайд это спасибо. Собственно, я вам говорила, что вы можете взять 12 слайдов, потому что минус первый и последний. Теперь смотрим, что здесь. Презентация 10-15 слайдов. Ну, я вам сказала, что 12. Ну, можно и 15. Следующая позиция. Избегайте большого количества текста на слайдах. Используйте больше схем, картинок, таблиц и алгоритмов. То есть это вот для технических специальностей. Гуманитарный немножечко по-другому. Гуманитарный все-таки мы используем текст. Мы даже, если не целиком предложение используем, то хотя бы словосочетание. И вот он, то же самое. Каждый слайд должен иметь номер и заголовок. Мы с вами уже говорили, какой размер заголовка может быть. Вот это самое главное, то есть вот это вот самая большая ошибка защищающегося, да, или автора. Не читайте текст на слайдах. Комиссия умеет читать. Вот это то, что я вам говорила, что на слайдах должны быть картинки или словосочетания, а текст у вас должен быть в руках. Текст у вас должен быть в виде доклада. Как сократить, ну, взять, нужно отличить главное от неглавного. Вот это как раз здесь мы видим позиция 5 рекомендации экономического сектора. Не давайте определения стандартным базисным понятиям. Например, что такое качество или внутренний аудит и тому подобное. ТП и тому подобное. Поэтому какие-то вещи, которые всем известны, их не нужно помещать на слайд. Только новое. Вот на слайд лучше всего давать только новое. То, что вы сделали, то, что вы собираетесь делать, где это можно использовать, как это можно использовать. Если вы даете схемы или картинки, то каждая картинка и схема должны быть подписаны. Это мы говорим о графике, которая обязательно должна присутствовать на ваших слайдах. Ну, на экономических тоже и на технических тем более. Теперь, то, что важно. Вот смотрите. Подготовка презентации. Подготовка презентации. То, о чем я говорила. Что вы делаете на белом фоне. Вот он. Чистый белый формат. Не нужно никаких цветных, чистый белый формат. Или можно взять презентацию Станкина. Там есть шаблоны презентации. И вот эти презентации. Но это для станкиновцев. Где их скачать? Вот, пожалуйста. Можете скачать вот эту презентацию. Ой, не презентацию, а, как это сказать, да, шаблон, куда вы занесете свою презентацию. Поэтому вот в этом шаблоне можно работать на белом чистом листе, да, вот как я вам сейчас показывала презентацию. А можно взять шаблон. У каждого факультета, института сейчас, у каждого института есть свой цвет. И, соответственно, если вы экономически представляете экономическую аспирантуру, значит, берете цвет, который принят в экономическом институте, на факультете, да, вот это. Если у вас будут технические, то просто смотрите, какого цвета презентация. Они отличаются. У нас четыре института, ну, или по-старому факультеты. И у каждого факультета есть свой цвет. Ну, и вот информацию для наших студентов, вот для наших аспирантов, что официальный сайт Московского государственного технологического университета Станкин. Станкин – это машиностроительный вуз, один из девяти системообразующих университетов в России. Вот, пожалуйста, вся информация у вас на одной странице. Эту информацию готовили выпускающие кафедры. Они специально готовят для своих студентов, потому что вот то, о чем мы сегодня говорили, никто этому на занятиях не учит. Считается, что вы это все должны знать сами. Но как вы можете это знать сами, если вам никто не сказал, где взять об этом информацию? Вопросы? Есть вопросы? Нет вопросов? Ну, у нас остается меньше одной минуты, и мы начинаем четвертый урок. Начнем. На четвертом уроке. Сейчас я посмотрю, что мы запланируем. А, вот еще я вам. Вот с этого начнем. И потом запланировано у нас с вами будет продиссертацию. Вот, господи, сейчас структурная, основная часть раздела и главы. Там мы быстро посмотрим. И, собственно говоря, это вот дома вы прочитаете. Итак, подумайте, что осталось непонятным. Сейчас мы с вами закончим этот урок. В смысле, да, эту часть. И будем ждать последний урок. У нас там 10 минут перерыв. Так что вот. Все, что я вам сегодня... Спасибо. 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 Спасибо.